Да, всем привет, ребята! Это шахматный камбэк, и мы начнём с интересного хода G3. Да, второй выпуск камбэка против людей покрепче. У нашего соперника почти 3000. Почти 3000, и интересная трактовка дебюта моим напарникам. Почему-то у нас опять ладья не там, где надо. Вот почему у нас ладья всегда не там, где она должна быть? Ну, они, понимаешь, они должны страдать иногда. Коль G2. Так, ну и, видимо, нам здесь надо как-то дать мат. Да, гениально. А план какой? Д3. Коня мы ведём на гениальную... Нет, коня мы ведём... Стойди, слон G5, у нас в какой-то веке более-менее нормальная позиция. Ну зачем сюда? Король, конь H2, конь H2. Так, хорошо. У них же опять нормальный ход был, понимаешь? Нормальный был ход, человеческий ход был в той позиции. Коня на Е3, срочно коня на Е3. Кем бьём? C к пешке C. Правильно, потому что пешка Е это симметричная позиция. Нас это не устраивает. Играем на победу. Так, ну погоди. Позиция уже... Сейчас H3. Погоди, позиция приближается к тому, скажем так, к той черте, за которую я уже не смогу её спасти. Так, ну 16 ходов я сделал, я, наверное, не буду ничего бить. Да, дай мне подкатим ещё одну ладью. Хорошо, подкати ладью, это мой последний ход. Всё, теперь дай мне поиграть. Позиция уже совершенно безнадёжная. Ну, позиция получилась сказочная. По-моему, нам скоро нужно идти Ж4, давать мат. Надо вынимать фигуру, которую поставят туда срочно. Тебе нужно было играть Ж4, давать мат. Нет, не надо было мне играть Ж4. Ну коня на Е4 быстрее. СД возьмут уже. Ну, сдайся. Или рано? Пока ещё рано. Так, а что, материал мы не отдали много? Ну, скоро там начнём отдавать. На А2 и везде. Почему этой пешкой? Я хочу взять на Е5 и коня наконец-то поставить куда-то. Потом ладью, может быть, наш один удастся вернуть. Ты понимаешь, я всё время занимаюсь разгребанием завалов, которые тут строят. Ну, соперник атакует. Да, у нас очень мало времени. Понимаешь, ты... Да, расскажи мне, что я плохо играю в шахматы. Расскажи мне. Нет, ты очень-очень-очень много раз сделал неправильные ходы. Знаешь почему? Нет. И знать не хочу. Так, ну вот он очень много раз защитил на Е7. Нам нужно ещё больше раз напасть туда. Понимаешь, когда мы начнём нападать, он С2 сыграет, скорее всего. Ну, а потом мы вернём ладью на С1, в чём-то проблема. Ещё мне напрягает, что у него есть ход слона С6. Очень сильно напрягает. Это что, за жертва? Ладно, там пешка Б идёт вперёд. Я же, ну, видимо, должен брать, да? Видимо, да. Мы, может, там как-нибудь перекроемся? Нет, она сразу не пройдёт, но всё-таки она очень опасная. Так, а как спит? У нас лишь с ней пешка, да? Да, но думаю, такое мы не удержим. Ну, конь должен подоспеть куда-нибудь. Да, видишь, он никуда не идёт. Вот, вот, вот Е5, Е5, Е5 нужно... Ну, Е5 просто Ферз-П3. И Д4. Д4. Ну, там даёт Ферз-Д2 хотя бы пойти, ну, не знаю, что-то даст или нет. Надо, нужна контр-рага, она что-то проведёт все эти пешки. Ну, видишь, он её намертво... Стоп, а мы не можем бить? Да, можем, но... Кого бить? Куда бить? А, на Б3. Может и можем, сейчас пробьём. И там... Всё равно проиграно. Всё равно проиграно. Нет, вообще-то идея была пойти Д4 и ладья Б1. Нет, слушай, чё-то ты не то сделал в этой позиции. Она проиграно... Что бьём? Она была проиграно всегда, ну что-то. Ну, Слон-Ц3 он не находит ход, но... Король Ф3, Король Ф3, быстрее. Ну, Слон-Ц3, главное, абсолютно проиграно. Нет, подожди, там ещё можно побороться с пешочкой. Не можно, но не с 13 секундами. И позиция, ну, она строго от проиграно, где ничего не сделаешь. Нет, у нас получается... Ну, сейчас пешка Б ещё пройдёт. Я не должен был это допускать, но тогда я пешку уже потерял. Да, сдались. Ну ладно. Очень уверенно, кстати, со стороны нашего соперника. Именно так и было... Нет, стоп, 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 вот сейчас проанализирую партию. Да, да, давай расскажи, что у нас всё было прекрасно. Нет, где-то что-то было. Ну да, вот минус 2, минус 2, минус 3, минус 4. Нет, нет, подожди, где-то что-то было, вот точно. Ну, тут опять минус 2. Вот правильно, надо передать поменять. В общем, везде строго проиграно. Вот было минус 1,7. Ну, я понимаю, но... Нет, мне кажется, тебе не надо было фигуру выковыривать. Нет, надо было, потому что есть вообще минус 4. Вот пойди G4 в эту позицию. В этой? Ну да. Ну вот. D5. Не, ну он бы так не делал, конечно. А как, уж кунг D5 он не сыграл бы? Ну, G, G, H. У нас фигуры на H3, F2, H2, H1 и G1, понимаешь? Вот сейчас, король F1. Ну, я думаю, всем все понятно. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует...